В Крыму, который почти двое суток отрезан от электроснабжения со стороны Украины, ситуация сейчас сложная, но не катастрофичная. Именно так ее оценил сегодня вице-премьер Дмитрий Казак. Потребности полуострова в энергии сейчас обеспечены на треть за счет собственных мощностей. Этого хватает, чтобы в штатном режиме работали все социальные объекты, аэропорты и наземный транспорт. В жилом секторе пока ввели графики отключения. Свет и вода в домах по часам. Сегодня даже пришлось устроить выходной. Часть организаций и предприятий вынуждены приостановили работу. О том, что Россия принимает меры, чтобы компенсировать дефицит электричества в Крыму, но рассчитывает, что и Киев тоже сделает все для скорейшего восстановления подачи электричества, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ну а в правительстве принято решение, которое позволит в ближайшем будущем решить проблему снабжения Крыма энергией. В настоящее время прорабатывается вопрос об ускорении, по сравнению с утвержденным ранее графиком строительства энергомоста через Керченский пролив. И мы надеемся, что к середине декабря острота проблемы электроснабжения будет значительно уменьшена. До конца года, если и будут незначительные веерные отключения отдельных объектов жилого фонда, все объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры будут работать в полном объеме. Ну и добавлю, что отключение электричества в Крыму не оставили без внимания в Европе. В частности, МИД Германии сегодня призвал Киев восстановить снабжение полуострова и сделать так, чтобы подобные акции не повторялись. Подрыв питающих Крым линии электропередачи в Берлине назвали преступным актом, который ведет к нарушению соглашения по энергопоставкам. В германском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули также, что ждут от киевских властей тщательного расследования случившегося.